МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности, четыре раза банформирования вели огонь по населенным пунктам с целью дискредитации подразделений вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя вновь активизировалась вражеская воздушная разведка. Зафиксирован полет беспилотника. Подразделения СИЛАТО продолжают удерживать и хранять свои позиции и не открывают огонь в ответ на провокации боевиков. Под Мариуполем террористы угрожали миссии ОБСЕ. Около 16 вооруженных людей остановили два автомобиля с ее представителями. Наблюдателей вывели из авто и из салона обыскали. Одного сотрудника ударили по ноге прикладом автомата. После этого миссии приказали продолжать движение в сторону населенного пункта «Октябрь» в сопровождении бронированного автомобиля. Только спустя какое-то время их отпустили с условием, что они продолжат путь в подконтрольный террористам Павлополь для проверки обстрела, который якобы произвели украинские военные. В штабе ОТО уже сообщили, что боевики в очередной раз использовали методы грязной пропаганды для дестабилизации ситуации на Донбассе. Под Мариуполем прошли военные учения саперов, которых тренировали на местности. Об этом сообщает пресс-центр ОТО. По приказу командиров групп, военные саперы выдвинулись в заданный район и оборудовали четырехрядные противотанковые минные поля, используя мины Т-62М. Все задания были выполнены на отлично, отметил командир подразделения инженерных войск. По данным пресс-центра, следующие плановые практические занятия с привлечением подразделений инженерных войск пройдут на морском побережье с целью отработки заданий по разминированию местности. ОБСЕ подтверждает возвращение в Россию всех грузовиков, доставлявших так называемую гуманитарную помощь на Донбасс. Об этом сообщается в докладе миссии наблюдателей. По данным организации, 12 декабря конвой прибыл на российский пропускной пункт Донецк, где все 83 грузовика были досмотрены пограничниками, а вечером весь транспорт вернулся на территорию Федерации. Напомню, это уже девятая колонна с так называемой гуманитаркой для Донбасса. Ни один из конвоев не получил разрешения на въезд в Украину ни от правительства страны, ни от Красного Креста. По данным СНБО, в грузовиках находится военная техника для боевиков. Барак Обама изучит законопроекты о помощи Украине. Об этом заявили в администрации президента. В Белом доме рассказали, что рассмотрение документа о помощи Украине и новых санкциях против России еще не завершено. По мнению дипломатов из Вашингтона, рассмотрение санкций против Москвы – это деликатная работа. Белому дому нужны гарантии, что европейские союзники будут действовать в данном вопросе согласованно с Вашингтоном. Напомню, вчера Сенат США одобрил военную помощь для страны под названием «Акт поддержки свободы Украины». Президент Петр Порошенко уже успел поблагодарить американский Сенат за такую поддержку. Россия своими действиями в Украине пресекла черту. Об этом заявили премьер-министр Эстонии Тави Ривас во время визита в США. То, что происходит в Украине, по его словам, неприемлемо. Он считает, что пока Россия не уладит конфликт, с ней не стоит сотрудничать ни в одной сфере бизнеса. Кроме того, эстонский политик отметил, что НАТО все же является для Кремля сдерживающей силой. Он уверен, что Россия не пойдет на прямой конфликт с альянсом, поэтому Москву так пугает заявление Украины о вступлении в НАТО. Премьер заключил, что европейский мир не приемлет никакого авторитаризма и агрессии с любой стороны. Страны Балтии и Польши договорились о совместном сдерживании России. Объединенный штаб этих стран подготовит план действий на случай возможной военной агрессии со стороны Кремля. Министры обороны сошлись во мнении, что Прибалтика и Польша сталкиваются с одинаковыми угрозами, поэтому для них важно скоординировать возможный военный ответ. По мнению Министерства иностранных дел этих стран, Россия должна знать, что если она отважится протестировать принципы коллективной обороны НАТО, то это будет иметь серьезные последствия. Госконцерн «Укроборонпром» подписал контракт на поставки вооружения с американской компанией «Барретт Файер Армс». Об этом сообщает пресс-служба украинского концерна. Оружие будут поставлять для нужд службы безопасности и нацгвардии Украины. Пресс-службе подчеркнули, что стороны свели сроки выполнения заказа к минимуму, чтобы солдаты быстрее получили необходимое. Напомню, ранее «Укроборонпром» заключил договор с американской военной корпорацией «АТН». Госавиаслужба Украины сегодняшнего дня запретила полеты в аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожье. Об этом сообщил глава ведомства Денис Антонюк. По его словам, такой запрет введен на из соображений безопасности. На какой период прекращены полеты, пока неизвестно. Надежда Савченко собирается объявить голодовку. Об этом сообщил адвокат летчицы Марк Фейгин в своем твиттере. Украинская летчица и уже народный депутат обратилась к российскому следственному комитету с требованием прекратить расследование, учитывая ее статус военнопленной. По словам адвокатов украинки, международные конвенции сейчас защищают Савченко и требуют прекратить следствие против нее. Тем не менее, Москва эти требования упорно игнорирует. Напомню, накануне адвокаты Савченко заявили, что у нее ухудшилось состояние здоровья, однако Басманный суд продлил ей срок содержания под стражей до 13 февраля. Российская валюта пережила сильнейшее падение со времен дефолта 1998 года. За эти дни рубль потерял около 10% своей стоимости по отношению к доллару и евро. На сегодняшний день за доллар дают 58 рублей, за евро свыше 72. Аналитики отмечают, что экстренные меры, принимаемые российскими властями, результаты пока не приносят. И девальвация российской валюты лишь набирает обороты. Обвал рубля обусловлен снижением цен на нефть. На экономике Федерации также отражаются западные санкции из-за агрессии Кремля в отношении Украины. Таможенный кодекс Украины 2012 года учитывал много европейских практик и рекомендаций. Здесь и активизация электронного декларирования, и усовершенствование механизмов пост-аудита, и введение понятия уполномоченного экономического оператора. Тем не менее, работы на законодательном поле еще более чем достаточно, ведь бизнес и таможня должны работать по максимально простым и прозрачным правилам. Поэтому на очереди новый таможенный кодекс. Детали узнавала Юлия Боднар. Сложная политическая и экономическая ситуация в Украине, внедрение санкций со стороны стран таможенного союза, обусловили осложнение в работе отечественных операторов внешнеэкономической деятельности. В результате это негативно повлияло на объемы операций экспортеров и импортеров. Одним из путей оживления внешней торговли является повышение эффективности работы таможенной системы. Государственное предприятие ДЭШ ЗОВНИШИНФОРМ инициировало проведение форума «Таможенная система Украины. Перезагрузка», где представители власти и бизнеса смогли бы вести конструктивный диалог. И те, и другие считают, главное искоренить коррупцию в таможенных рядах. Очень важно привлечь на работу в таможню сильные, достойные и некоррумпированные кадры. Первичная зарплата таможенника составляет полторы тысячи гривен. И на сегодня, на полторы тысячи гривен, придя в таможенную систему, молодой человек, девушка попадает в зону коррупционного риска. Поэтому работа таможенника должна быть достойно оценена. А само таможенное законодательство должно стать более простым, прозрачным и приближенным к требованиям бизнеса. Механизмы, через которые все это возможно, они очень просты. Это изменение законодательных норм, это изменение внутренних норм таможни, это другой подход бизнеса к таможенному оформлению, то есть честный, прозрачный подход. Фискальные органы уже наработали ряд изменений в таможенный кодекс, которые дадут возможность упростить процедуру оформления товаров. В частности, для уполномоченных экономических операторов. Соответственно, такой статус способствует улучшению ведения бизнеса, поскольку дает возможность пользоваться специальными упрощениями. Эксперты говорят, внедрение этих наработок позволит поддержать последние позитивные достижения в работе фискальной службы. Мы наблюдаем увеличение объема экспортиз, вернее заявок экспортиз от клиентов для получения именно ценовой информации. Она свидетельствует о том, что таможня, в свою очередь, умудрилась перекрыть некоторые нелегальные каналы, и что используются, наоборот, легальные способы подтверждения цены. На пути евроинтеграции Украине следует изменить и правила транзита. Унификация таможенного законодательства нашей страны, согласно требованиям ЕС, упростит процедуру перевозки европейских товаров через Украину. Благодаря этому смогут заработать на полную транспортные коридоры. А это принесет дополнительный доход в бюджет. Юлия Боднер, Даниил Городецкий, БТБ. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин